итак друзья привет всем а с вами denis geek и сегодня в моем видео речь пойдет про вот такие вот беспроводные пульты которые они работают на 433 частоте я думаю вы с ними регулярно сталкиваетесь и думаю еще части сталкиваетесь и гуглите когда допустим вы потеряли один такой пультик у вас есть второй а вам нужно его склонировать и сделать полный дубликат так вот сегодня я про это расскажу вот это вот именно тот пульт который умеет делать клоны и мы разберем как это реализовано и как самому это сделать ну а также параллельно я еще заказал вот такую вот интересную платку блок управления видите насколько он миниатюрный он также на 433 частоте работает значит держит нагрузку от 0 до 3 ампер а питается от 3 и 6 до 24 вольт и у нас тут получается что у этого блока на входе то и на выходе он также программируется и записывает до 10 брелков пульту помнит все это дело и работает в трех режимах значит первый режим это просто работа по нажатию выключение второй режим по нажатию с блокировкой то есть нажал включилась работает нажал повторно выключилась а третий режим это режим включения с определенным таймингом 5 10 15 20 секунд это кстати интересно ну что ж первым делом чтобы испытать пульты и рассказать как они подключаются мне потребуется подключить и настроить вот этот вот блок давайте выставим напряжение питания 5 вольт и начнем именно с него подключаем к соответствующим проводам красному и черному плюс и минус питания и включаем питание если мы все сделали правильно у нас мигнет синий светодиод после чего я также подкидываю нагрузку полярность здесь имеет значение белый это минус out синий это out плюс вот таким образом теперь чтобы очистить полностью настройки которые там уже есть нам нужно нажать вот эту вот кнопочку раз два три 4 5 6 7 8 9 раз у нас светодиод мигнет пять раз и перестанет гореть теперь реакции на пульты никакой нет нам нужно будет привязать пульт и теперь программирование самого вот это вот блок относительно пультов значит чтобы запрограммировать пульт нам нужно нажать эту кнопочку один раз это первый режим режим по нажатию теперь нажимаем на любую кнопку 3 мигание это сохранение настройки все кнопка сохранена теперь у нас активируется режим по нажатию кнопки когда нажата горит когда отпускаем перестает горить все просто но чтобы было поярче я напряжение выставлю 12 вольт теперь включаем второй режим программируем значит это режим с фиксацией нажимаем два раза на кнопку ждем готовится кнопка b у меня 1 2 3 записала и можно использовать значит нажали горит теперь еще раз нажали выключилась опять нажали горит выключилась но здесь кстати есть интересный момент светодиод который вот здесь у нас индицирует и программирование и включение режима как вы видите он просто у нас мигает на втором режиме с фиксацией он у нас также мигает выключается нагрузка остается гореть то есть когда мы нажали светодиод просто мигнул нагрузка выключилась то есть светодиод у нас просто отображает то, что кнопка была нажата разово, но на втором режиме он у нас не остается включенным. Это меня немножечко запутало. Теперь продолжим. Третий режим. Мы нажимаем три раза кнопку программирования. Это режим спаренный работы двух кнопок. Одну кнопку нажимаем, ждем и вторую кнопку нажимаем, ждем. Все. Теперь проверяем. По первому нажатию кнопки у нас нагрузка включается. Если мы нажимаем повторно, нагрузка не выключается. А если мы нажимаем вторую кнопку, которая запрограммировалась, соответственно кнопка равно выключение. И она не включает. То есть отдельные две кнопки. Получается одна на включение, одна на выключение. Это важно. Этот режим, возможно, кому-то именно он нужен. И никакой другой. Следующий режим это четыре нажатия. Раз, два, три, четыре. Будем на той же самой кнопке давайте. Один раз нажимаем. Записалось. Это у нас включение. Пять секунд ждет включено и выключается. Нажимаем. Раз, два, три, четыре, пять. И выключилось. Отлично. Ну и так дальше. Значит пять, шесть и семь нажатий. Это у нас соответственно 10, 15 и 20 секунд с выключением. Кстати в этом режиме с паузой мы можем его отключить досрочно. Кнопкой выключения. Которая у нас есть. Это либо выключение на втором режиме. Это общая кнопка включения и выключения. Либо же на третьем режиме именно кнопка выключения. То есть вот включили. Вот она работает как выключение. Вы видите. Теперь давайте сюда подвяжем второй пульт. Значит один раз. Обычный режим. программируется. По нажатию работает. Так. И здесь у нас это тайминг. Оп. Это включение, выключение. Да. Работает. Теперь давайте я сброшу все на заводские настройки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так. Вот этот пульт кстати сбрасывается на заводские настройки с зажатием двух нижних клавиш. Вот он замигал, сбросился. Теперь вы видите он не включает ничего. Не мигает. Здесь, здесь и здесь свои тоже команды. Ничего. Все развязано. Теперь давайте я привязываю одну кнопку первого пульта. Это у нас по нажатию включение. И теперь сделаем привязку второго пульта. Вот этого вот. Но именно привязку мы склонируем эту кнопку, кнопку A, на этот пульт. Без программирования вот этого модуля. Итак, значит что делаем. Этот пульт программируется следующим образом. И эта система уже нужна, как я говорю, если допустим был утерян основной там или дублирующий ключ брелок. И вам нужно сделать дубликат без вмешательства в устройстве. Значит, мы зажимаем вот эти вот верхние две кнопки. Замок разблокировки и блокировки на три секунды. Раз, два, три. Раз, два, три. Он должен мигнуть. Два раза отпускаем нижнюю кнопку и нажимаем замочек разблокировки три раза. Раз, два, три. Мигнул пять раз. Мы отпускаем его. И теперь нам требуется поднести его максимально близко к нужному нам пульту. Мы выбираем любую кнопку какую нужно. Ну, допустим, пусть это у меня это первая кнопка будет и нижнюю. Значит, мы зажимаем на нем нижнюю и нажимаем нашу верхнюю кнопку. Он должен замигать вот таким вот образом. Все. Теперь отпускаем и код записан. Смотрим. Активируется. Активируется. Все отлично. Таким вот образом можно делать клоны пультов таких. Ну и теперь через твердотельное реле мы коммунируем 220 вольт на лампочку. Тоже довольно таки удобно. Мне нравится этот модуль. В особенности своими габаритами, размерами, наличием встроенной антенки и легкостью в программировании. Кстати, хочу добавить, что в режиме ожидания потребление всего лишь 2 миллиампера, а в активном режиме потребление 13 миллиампер. И, кстати, этот мне модуль нравится, что он универсален по напряжению. Давайте подключим к обычному реле. Предварительно я установил 5 вольт. Включаем. Видим, что потребление в режиме простоя у нас равно 2 миллиамперам, как и было, в принципе. Ну и теперь включаем. Первый запуск какой-то немножечко непонятный. А дальше, в принципе, работает все стабильно. В общем, друзья, ссылочки на данный модуль и пульт будут под видео в описании. Кстати, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Это важно для меня. Значит, по поводу модуля и работы с пультом я вам подробно, насколько много рассказал. Куда приспособить его, вы, конечно же, придумаете уже сами. Значит, мне в особенности понравилось то, что у него есть разные режимы управления. Также возможность с таймингами. Это очень важно. То есть, мы нажали, допустим, это может быть полезно для электромагнитного какого-нибудь замка, калитки, ворот. То есть, мы нажали, у нас электромагнит открылся, мы прошли, вернули ворота обратно, электромагнит притянулся обратно. Это довольно-таки интересный вариант, как для обычного модуля управления. Именно с беспроводными пультами 433 частоты. Кстати, протоколы в этих системах используются EV1527. Это стандартный протокол для 433 частоты. В общем, друзья, всем спасибо за внимание. Не забывайте меня. Пока-пока.